Вчерашний по-жински праздничный день в Первоуральске сразу как-то не задался. Когда поутру сознательные мужчины метнулись за цветами, обратный путь от пассажа через улицу Вайнера оказался для них испытанием гораздо более серьезным, чем взятие цветочного прилавка в самый разгар спроса. Вот что творится. Вайнера затопило всю. С рынка текет и вот все, веер, все затопило нахер. Даже КамАЗы идут по жопу в лужи. А мне вот сейчас как домой пройти, вот это да, вот это проблема. Остановку все затопило, не знаю что там рвануло, но вот источник. Причиной крупномасштабного, местами глубокого, но в основном протяженного водяного пассажа стало явление сродни тому, что постигло миллионы растений в этот день. Срывание цветка, то есть дефлорация, растущая в земле 500-мм трубы магистрального водовода. Ее холодная, чистая вода растеклась и вдоль по дороге, и по тротуарам, и по дворам, затопив все окрестности. Надо думать, не сотни, а тысячи первоуральцев этой самой воды недополучили в свои экраны с синей пимпочкой. По сведениям мэрии, без ХВС остался 21, довольно-таки много, квартирный дом. Еще на трех соседних улицах в сети водоснабжения случился частичный антракт из-за понижения давления. Затопленные улицы стали поводом для изменения семи транспортных маршрутов, ибо даже автобусы не везде могли форсировать сходу возникшие водные преграды. Та же мэрия заверила, что по окончании вот этой вот всей праздничной веселухи мощная коммунальная техника вернет улицы в допраздничное состояние, не дожидаясь, когда братец Цельсий растопит все наносное естественным путем, когда вскроются городские реки.